Всем доброе утро! Да, я только проснулась. А что? Ну, вчера нет, никто не родил. Все были живы-здоровы. Вот. Сейчас я хочу накраситься. А то как я пойду к своим любимым козам, не накрашенная, правильно? Я вот пользуюсь такой штучкой. Вот, мне очень нравится. Рисую себе брови только кисточкой. И сейчас я это сделаю. Просто думаю, может быть, каждому нужно телефон раздать. Каждому? Каждой козе? Тебе, каждому человеку, как будет интересно. Каждую уточнюю. А, типа снимать... Нет, достаточно снимать, если и я вас буду снимать. Но вы же не хотите сниматься! Вы же так сильно боитесь, что кто-нибудь вас увидит. Вы же такие... Вы же жирные. А, вы жирные. Все, я поняла. Я не понимаю, почему люди не хотят сниматься. Ну, наверное, да. Потому что они просто жирные. А мы вот с ртатоем вообще не жирные и красивые. Поэтому у меня вчера не хватило на телефоне памяти. И поэтому у меня монтаж сегодня целую ночь. Я заманалась. Поэтому сегодня я буду пробовать на этот телефон. Ртатою, куда ты полез? Что это такое? Наливаю водички себе. И потом я сбавлю ее кипятком. На вагон кто-то приехал. Крыса, привет. Ну, ты что-то здесь? Я иду. Да-да-да, я вас вижу. Я вас вижу. А что такое она? Что случилось? Вот, пришел мой сонный кролик. Я делаю сырники без сахара. Вот такие вот. Они со льном. Ну что, съедобно? Ты же видишь, ем. Отлично. Но они не сладкие. Ну и что? Зато полезные. Там творог, лен. Но единственное, вредно, что мы их обжарили в панировке. В панировочных сухарях. Я чувствую, что-то в них вредное. Так вот что. Так вот что там вкусное. Самое вредное. Залезу мы плечо ей с пола. Ну, кучу он за ухо. Что делать? Сырные котлеты. Они, короче, не сладкие. Потому что это творожные котлеты, а не сырные. Что, что так сырые-то? Они не сладкие просто. Просто сахар вредный. Нельзя есть сахар. Нельзя. Будешь жирный, некрасивый, больной. Поэтому я буду есть не сладкие. Ты в другой последовательности. Зажив. Больной, жирный, некрасивый. И царапка себе отталее. Они тоже удивляются. Почему называются сыровики? А я вам скажу. Нет, потому что в Украине этот продукт украинский. Называется творог, называется сыром. А-а. Они говорят сыр. А поэтому все сырное, по сути-то. Так же этот сыр просто сквашивается по-другому. Меня, короче, принесли в репоту. Вот. Это такой сыр. Мягкий. Который делает суши. Вот. Я его сейчас сюда переложу. Он очень-очень нежный. Вот видите, он прям вообще вот так раз и разваливается. Но его... Вот у меня есть сметана. Это жир, правильно? Ну, сливки. Хотя, я всегда говорю, что полезно есть жирное. Я сейчас буду есть свои супер сырники, сырные котлеты. Намазать буду на них рикотто, а не творог. А не сметану. Ну, сметану можно тоже, конечно. Ну, вот с рикотто, мне кажется, это особенно вкусно. Пару слов мне скажи. Как спалось. Как дела. Я только проснулась и хочу кушать. У нас весна, и мы идем к козам. Правильно. А куда мы можем еще идти весной, утром? Кто кого сосет. А еще у нас белоросинка. Сейчас мы ее покажем. Козлятки. Вот такие колесики. Такие маленькие. Вот эти какие. Вот так у нас сутки уже. Вот мы принимали роды. Вот это он. Вот они. Вот такие колесики. Какой львозички-то пахнут они. Да, да. Твой, твой, твой. Конечно. Я ничего не хотим дую, не думаю. Вот спасет он или нет? Утром лошадок выводим. Они стоят, кушают. Вот желтая собака, которую мы не можем поймать. Она вообще никому не подходит. Два года уже тусуется с нами. Жрет корм из всех мисок и размножается. А нам потом приходится щенков раздавать. Да, Гера? Молодец. Афинка. Ты моя собака. Хороший. Пойдем гулять. Пойдем гулять. Ты моя девочка. Ты мой халюси. Вывели лошадяк. Мы их здесь выгоняем, они кушают. Да, Панчита? Ты такой халюси, Панчита. Только вредный товарищ очень. А это Светка приехала на лошади. Она у нас в гостях. Гостевая лошадь. Вот так вот кормлю по три козы. Иначе дерутся. Дерутся и не хватает им. У нас нету отдельных загонов для коз. А там вот эти едят. Тут такая ситуация с козами, что иногда лучше, чтобы они оставались голодными, их не докормить, нежели чем отдать им больше, и потом они просто подыхают. Вот это очень большая печалька. Ну, это вообще все жвачные. Забиваются книжкой, и все. Сейчас я вот козлов кормлю. Козлики кушают. Тех, которые в запуске козочки, я их не кормлю, вот этих товарищей. Я их не кормлю. Им надо вот-вот родить уже. Ну, по идее, можно, конечно, уже начинать давать. Ну, ящики не даю. Мне нет времени, нет возможности с загонами. Вот. Они тут будут сейчас все драться, давить друг друга. Лучше пускай сено пожрут. Сено у них всегда в изобилии, так что нормально, с голода не умрут. Вот это вот у них потрясающая способность залезать в кормушку с ногами. А потом говорить, мы не будем есть из-под ног. Они вот топчут, топчут. Ну, вот так вот. Поросяточки. А вот сейчас уазик наш едет за молоком. У нас просто внизу ферма, а надо уезжать сверху. Поэтому уазик здесь, конечно, нам очень помогает. Закрыт козлят на месте. Хочу выпустить собаку побегать. Кому, Халюси? Кому. Каждый раз очень грустно мне уезжать, покидать ферму. А надо. Есть дела. Но ничего, коровешечки, я скоро вернусь. Уже завтра утром. Ждите меня дома. Будьте молодцами. Ну, в общем, поехала я в Москву. Вот. Надо доделывать ремонт. Меня дома ждет моя подруга, которая согласилась помочь мне с уборкой квартиры после ремонта. Ну, и вроде бы как уже есть люди, желающие ее снять. Что является большим плюсом. Ну, и мой любимый тоже там сейчас. Детей оставила здесь, чтобы они помогали по хозяйству. У них куча своих дел, своих задач. Латуси поехала к бабушке. У нее есть любимая бабушка здесь, которую она считает своей бабушкой. Но об этом я тоже как-нибудь расскажу в своем блоге. Вот, короче, еду я сегодня, значит, по МКАДу. Вот по этому вот самому МКАДу. И понимаю, что я сейчас просто описываюсь. Вообще конкретно ни одной заправки нет. Ну, что вы думаете? Нашла вот тут какой-то лес рядом с Крудиком. Конечно, нормально, люди так не поступают. Они еще какой-нибудь вот такой вот, типа зеленый домик. Но я туда не могу пойти. Просто физически не могу. Поэтому мне вот такой вот лес на МКАДе туда приятнее. И если люди начинают стесняться просто наоборот, думают, ну, вот все на меня смотрят, ну, пошли все в жопу. Я сейчас описываюсь, я, понимаете, мне плохо. Нафига мне на кого-то вообще сейчас смотреть? А как делаете вы? Доктор, что вы мне дали? Мне так хорошо от этого. Я вам просто дал поспать. Правильно? Офигительно помогает. Мне кажется, мне надо поспать. Я просто вообще, я устала просто пипец. Я ужасно выгляжу просто потому, что я устала. Вот. Всем привет. Я немножко помылась, и мне стало полегче. Уже даже не хочется так сильно спать. Единственная проблема в том, что у меня здесь как-то мало вещей. Поэтому одела вот такую вот свою кофточку. Ну, в общем, короче, мы купили вытяжку, приехали домой. А тут меня ждет прекрасный салатик. Вот, видите, и мои прекрасные друзья, которые очень скромные. Но я надеюсь, что мы с ними еще познакомимся. Я про них подробно расскажу. А вообще у меня скоро прямой эфир, поэтому надо очень быстро поесть. И выходить, рассказывать всякие интересности. Вот, наконец-то доехала. Думаю, любимая подруженька, которая пока у меня побудет. Надеюсь, у тебя будет здесь уютно. Мне уже, ну, хорошо. Она мне помогает. Какое счастье. Или она прям мое лесное создание. Моя часть, которая живет в лесу. Ну, то, если, в принципе. Сейчас мы будем пить чай. У нас будет чайная церемония. Для того, чтобы был чай, нужно создать атмосферу. Все. Играет музыка. Играет музыка.